Значит, да, но вот песня, главная песня, вот причем все эти же дамы в 63-м году, значит, у нас не было значительно позднее драматической истории, а кто не знает, расскажу. В середине 70-х годов я в экспедиции на военном судне в Атлантике, сижу в Крамовой лаборатории на протонном магнитоле, на своем там, задраен оригинатор, идет измерение, и вдруг я завязываю радиорубкой, ну-ка, иди скорее, тут тебе придет буржуазное радио с соответствием и антисоветскими комментариями. Я не очень обрадовался, что плавать еще хотелось, но приказали, надо идти, я иду, вхожу в эту рубку, мне уже никто сесть не предлагает, из динамика мой голос поет эту песню. А там уже вызван командир корабля, ну, ЧП на судне, значит, Зампорит, замечает роткая должность, еще третий человек, который ходил в штатском, без знакового различия, но все знали, кто это, и на сути он называли Федер Лохматый Ухо, по-собесу. А из динамика я пою, и пою, никуда не денешься. Допел я эту песню, и диктор сказал, радиостанция BBC закончила очередную передачу, и сцикла русский магнитофон издал, поэты певцы, преследованные советским правительством. Взгляд первого помощника, он серьезно на меня приобретет большую листку жесткость и неприемленность в краганрайках. Вы только что прослушали, певцы диктора, песни Юрия Визбора «Чистые пруды, ростные авторы». Слышали? До свидания. Ушел, все. На этом все то. Все, что будет, знай, знай, я наперед, не ищу я в себе провожатых. А на чистых прудах репель белый плывет, отвлекая вагона вожатых. На бульварных скамейках халтит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. И я смеюсь пузырем на осеннем дожде, на одной городской движении. А все круги по воде, все круги по воде, расгорает мое отражение. А все круги по воде, все круги по воде, расгорает мое отражение. Всё, чем странно на этой земле знаменит, Тебе кутлы горы с нашатой, Но на чистых прудах лед коньками Звенит, отвлекая в огонах пожары, А на чистых прудах лед коньками звенит, Отвлекая в огонах пожары. Спасибо!